Привет, друзья! В 2015 году была сыграна одна из важнейших партий на турнире претендентов в плане чемпиона мира страны женщин между Кириной Лагной и Александрой Горячкиной. Я во время трансляции пообещал эту партию и отдельного ролика на разбор самой партии. У меня вчера ушло много времени. Запись ведется утром. Я проснулся. Так, была разыграна классическая система защиты каракан. После ходов Е4, С6, Д4, Д5. Конь С4, черные сыграли слон Ф5. Ну и самый популярный здесь вариант. Конь Ж3, слон Ж6, Х4, Х6, конь Ф3, конь Д7. Вот на этой позиции стоит остановиться. Еще в середине прошлого века шахматисты для себя выяснили, что наиболее точным в этой позиции является ход Х5. Идея выиграть темп. Согнать слона на Х7 и пешка Х5 серьезно вроде бы стесняет черных. Но есть и у расположения пешки на Х5 и свои недостатки. В частности, иногда она просто подвистает. Я вклеил в партию Лагно-Горячкина несколько важных теоретических партий. В частности, ту, которую упоминал в трансляции Крамник Лека от Брисага 2004. Она очень походит на то, что в девушек после... Но, в общем, в этой партии Кирина Лагно предпочла сыграть с фон Д3. То есть, все то же самое. Слоны в 4, что и в обычных вариантах. Но пешка стоит на Х4, а не на Х5. После ферзя 5 шаг у белых серьезный выбор. В частности, против меня Павлодаря в 2012 году шахматистов играл С3. После Кони в 6 рокировка слон Е7, ладья Е1. Я, например, рокировку, самый такой естественный ход, по-моему, был испытан в партии Бронштейн-Таль. Не стал делать из-за Кони в 5. И, в общем-то, эта позиция мне не очень нравится. Кстати, была бы пешка на Х5, она бы просто подвисла. Плюсы расположения пешки на Х4. Ну, есть интересный ход Кони в 5, но я выбрал перст Д8. После С4 рокировка, ладья Д1, ладья Е8, ладья Е2. Пояснилось, ну, словно Е7 защищен. Но у черных нет ничего более умного, чем вернуться к ферзу на А5. Партию удалось выиграть, но во многом благодаря тому, что противник раньше времени рванулся по центру и остался без пешки. В целом, позиция, на мой взгляд, примерно равная. Катя Лагно сыграла слон Д2. И после... Да, здесь тоже. При пешке на А5 основной ход слон Б4. С3 слон Е7. С4 перст С7. При пешке на А4 у белых появляются различные активные возможности. Вплоть, например, до коня А5. С угрозами слона Ф4 и с нападением на пешку Ж7. Вот это просто одно из возможных продолжений. Перст С7 выглядит наиболее разумным. И именно из-за этого варианта считалось, что... Варианты, в котором черный рокирует в длинную сторону, считалось, что точнее всего белым поставить пешку на А5. Позиция не нова. Впервые она встретилась, согласно мегабазе партии Ласкер Ли, в Лондоне в 1899 году. Доктор Ласкер играл ладья А4 и потихоньку переиграл своего. Хотя, должен сказать, что вот эта позиция едва ли так хороша для белых. Просто играл сильнее. Самый популярный ход конь Е4. И тоже этот же ход делал в 1902 году еще Михаил Иванович Чегорин. Ну и по примеру доктора Ласкера партию выиграл. Против него сделали длинную рокировку. Он расставился вполне современно. Тоже поставил пешку на С4. И потихонечку, потихонечку организовал активные действия на ферзевом фланге. Что позволило ему победить. Немедленное взятие на Е4 последовало в партии... Да, вот эта позиция, кстати, при пешке на А5 встретилась в партии Крамник Лека. Она у меня записана выше. Посмотрите массу интересных идей обнаруж. Вот. Александра просто взяла на Е4. И после слона Д6, КБ1, 3, 0, С4, С5. Ход С5 практически вынужденный. Об этом я говорил и в трансляции. Потому что иначе надо считаться с тем, что черного слона оттеснят. И мощное поле для Д5 для черной лошади, оно не будет компенсировать нехватки пространства и ослабление черных полей на ферзевом фланге. То есть, С5 это ход просто обязательный. Слон С3. Вот здесь можно было сыграть неторопливо А7, А6. Имею ввиду при случае взятия на С5. Но в этом случае после А6 требовалось считаться с ходом Д5. Если ЕД, то слон бьет Ф6 и ладья бьет Д5. И в общем-то, белые захватили пространство и стоят поактивнее. Ну, с другой стороны, нечто подобное было как раз в упомянутой партии Крамник Лего. СД тоже вполне такая серьезная возможность. Конь бьет Д4, А6. Партии на эту тему были в 2017 году в приеме между двумя малоизвестными мне шахматистами. После ладья С1 у белых с виду определенное давление. И вот если бы в этой позиции белые просто взяли на С5. Мне кажется, в связи с идеями Б4, а также Ж4, Ж5. То есть, белые могут играть на обоих флангах. У белых поприятнее. То есть, ход ладья ХЕ8 мне кажется наиболее точным. И дающим отличные шансы на уравнение. У черных нет плохих фигур. Единственный небольшой недостаток. При случае белые могут приставить к пешке Ф7, поставив коня на Е5. Последовала ладья ХЕ1. Эта позиция тоже встречалась. Гроссмейстер Бурмакен бил здесь на Д4. После А6 его противник вместо аккуратного Ж3. Ограничивающего чернопольного слона. Ну и у белых основной план Король Е1, Б4, ладью на С1. И попытаться создать атаку на ферзьевом фланге. Сыграл резко Ж4. После слона Ф4 черные очень удачно перестроились. У них совсем не осталось плохих фигур. То есть ладью Аш, которая вышла на Е8, можно было считать пассивной. Вот белые зачем-то пожертвовали пешку. И потихонечку Владимир отбился. И партию выиграл. Александра пошла немедленно на А6. Ход тоже очень неплохой с виду. Здесь железо рекомендует играть Ж3. Ну и ход А3, как ни странно, для меня странно, оценивает достаточно высоко. По крайней мере на той глубине, до которой я доходил. То есть, возможно, не все железо будет. Если сыграть Ж3, то после ЦД конь бьет Д4, мне кажется, все-таки белые немножко поддавливают. Хотя, вот, позиция очень прочна. И аккуратному стилю Александры такие позиции, конечно, по вкусу. Делом очень сложно создать какую-либо серьезную атаку. А в спокойной игре, как мы видим, особенно на этом турнире, Александр чувствует себя отлично. А3. А вот здесь, мне кажется, определенную неточность допустили черные. Самый такой опрашивающийся ход это ЦД. Но вроде бы после конца 5, то есть, вот, получили черные в виду неплохую позицию. Так активизировались существенно. Ну, после конь б3 у белых появляется угроза ц5, ц6. И, в общем-то, даже в эншпиле, наверное, у черных не будет полного равенства. И обратите внимание, вот именно в этом варианте ощущается то, что у белых нет пешки на аж 5. Ой, я прошу прощения. Будильник подтвердил, что я записываю партию утром. Попытался меня разбудить на работу. То есть, если бы была пешка на аж 5, то черные бы после размена ферзь Д3 решили бы абсолютно все проблемы. Интересным является, на мой взгляд, ход ферзь Ц6. Не опасаясь выпадов на Е5. Прицеливаясь при случае к пешке Ж2. А на Ж3, отвечая коль Ж4, в надежде использовать где-то слабость пешки Ф2. Но здесь возникают вообще очень сложные, на мой взгляд, и непонятные позиции. Требуется, вот лично мне, требуется еще дня 3-4 на то, чтобы разобраться с тем, что куда идет. И действительно ли рекомендация компьютера ферзь Ц6 так хороша. Вот ферзь Б6 допускал выпад конь Е5. После чего позиция черных выглядит не очень хорошей. Как мне кажется. Белые прикрыли пункт Б3 от всяких выпадов в ферзь Б3. И ходом Короля А2 защищена пешка А3. То есть на ЦД можно взять на Д4. Очень сильный ход слон С7. И у черных уже реально нет проблем. Потому что на Коне Е5 уже можно просто... Так, на Коне Е5... Сейчас я... А это я не изучил. Что же нам делать на Коне Е5? Ведь ладья Е7 вроде бы нету из-за ДЦ. Разбьет С5, слон Б4. И здрасте. Что бы делали черные на Коне Е5? Мне сейчас надо хорошенько подумать. А, ЦД! Все, не надо хорошенько думать. Да, это я обнаружил еще на трансляции. Даже столько не нужен. Видите? Ходом слон С7. Черные обезвредили выпад Коня в цену. И на Ферзь С2 были должны сыграть СД с элементарным уравнением. Да, Ферзь на С6 стоит идеально. Ставит на Ж2. А в случае Конь Е5, Конь Д7 с идеей получить преимущество в центре, поставив пешку на Е5 и на Ф6. У черных, в общем-то, полный порядок. В партии последовала Ферзь С6. И здесь снова выпад Коня на Е5 давал белым лучшие шансы. Теперь, если разменяться на Д1 и сыграть Конь Д7, то от массы угроз, вот в частности Ферзь Х7 грозит, ладья на Д6 лезет, и пешка хочет зафиксировать структуру Ж7, Х6. После чего, честно, выиграет проведение Ф4 и Ф5. В общем, здесь черным нехорошо. А на Конь Ж8 есть ресурс, который, на мой взгляд, белые просто не нашли. Ладья Д6. Ладья бьет Д6. ЕД подвисает на Ж7. Ферзь угрожает выскочить на Ж7. Пешка Д может стать крайне опасной. В случае Ферзь бьет Д6. У белых стойкий плюсик за счет сильного слона. Насколько я понимаю, брать на Ж2 вообще опасно. Видимо, по причине ладья Д1, или, может быть, сначала слон А5. Скорее всего, ладья Д1, потом Ферзь А4. То есть, как-то с Ферзьевым флангом у черных появятся проблемы. То есть, давайте попробуем. Мне кажется, на Ферзь бьет Ж2. Ладья Д1 с угрозой вилки. Теперь, мне кажется, Ферзь должен отправиться куда-то на А5. Угрожает Д7, слон Е5, слон С7. На Коне в 6 Ферзь А5. Грозит мат. Висит на С5. То есть... Хотя, с другой стороны, повернулся Ферзь на С6 и решил все вопросы. Так. Вот вопрос читателям, что заготовлено здесь белыми на Ферзь Бьет Ж2. Можно так понять. Тарти под Д7. Король Д7, ладья Д1. Или, может быть, немедленная Ферзь А7. Вот, Ферзь А7. Тоже заслуживает внимания. Конь Ф6 нету. Слон Бьет Ф6. Ферзь Бьет Ф7. Да. И у черных серьезные проблемы. Сейчас нажимаем. Отвалится. Пешка Ф7 слабенькая. Пешка Д вперед грозит. Пойти по-прежнему. Но белые прошли мимо этой возможности. И после ДЦ Ферзь Бьет С5. Партия быстро покатилась в ничьей. То есть, здесь был вполне нормальный ход Ферзь Е7. Я его тоже в трансляции упоминал. Ферзь хочет перейти на С6 в нужный момент. И сделаем непросто что-то извлечь из одного активного коня на Е5. Но Александра сыграла еще сильнее. Ход Слон Бьет Е5 полностью решает все проблемы. Более того, в ответ на Слон Бьет Е5 была возможность побороться за равенство путем активного Б7-Б5. Есть еще вполне нормальный ход Ферзь С6, цепляясь к пешке Ж2. Но Александра выбрала очень аккуратное конь Е8. То есть, в планах поставить пешку на Е5. И немедленно это сделала. Снова был ход Б5. С идеей перебросить ладью на Б7. И при случае атаковать пешку С4. То есть, теперь она уже является в каких-то вариантах слабости. Ну, ход Ферзь С6 тоже очень аккуратный. Такой подчеркнуто аккуратный. Черное показывает, что вот у белых чернопольный слон. А они готовы играть по белым полям, нейтрализуя его давление. Белых полей вполне достаточно. Ферзь Е2, Ф6. Слона выключили из игры. Теперь, в связи с угрозой Ж7, Ж5. И слону Ж3 поставлен такой мощнейший барьер. После чего черный конь перепрыгнет куда-нибудь на Е6. Потом на Д4 направится. Белые просто вынуждены играть Е4. Мне казалось, эта позиция очень опасной во время онлайна. Но четкий ход ладья Д4 перевел партию в ничейный Эншпиль. Ладья на Ж4 прыгает. То есть пешка на А4. Вот если бы пешка стояла на А3, у белых было бы поприятнее. А с пешкой на А4 черные с огромной легкостью делают мячки. Ладья Е7. Ну понятно, что здесь пешка Ж7 под боем. Я думал, что можно даже Б5 пойти, зевнув шаг на Ж8. Здесь, конечно, белые бы долго реализовывали лишнюю пешку. Не факт, что смогли бы выиграть, но шансы на победу уже очень приличные. Конечно, к ничьей ведет, по мнению компа, и Ж6, и Ж5. Но ход конь Х5 наиболее форсирующий. Напали на слона, угрожает ладья Ж4. И на слон Е5 еще один четкий ход. Во время онлайна мне казалось, что наиболее четким продолжением является Б5. По причине следующего варианта. Можно соглашаться. Однако, есть у белых ход ладья А7. И возникают очень интересные осложнения. В которых железо ставит равенство. Но так вот, на первый взгляд, пешки перзевого фланга будут опасны. Потому что слон в борьбе на разных флангах. И случай может и поддерживать белые пешки, и бороться с черными. Поэтому снова Александра делает очень четкий ход ладья Е4. Связала коня, угрожает сыграть король Д8. И после Ж4 партия быстро приходит к ничьей. На ладья А7 последует ладья Е4. И придется бить на Ж7. Так как иначе ладья Е6 и у черных, ну и на Ж7 бить все равно придет. Это ничья. А после слон Ж7 выиграть. Да, еще очень четкая идея. А5 и А4 зафиксировали структуру на ферзевом фланге черной. И на король С3 дали шаг ладья А3. Теперь король, если пойдет на С4, то после ладья Б3, ладья Ж2, А5. Сомневаться в ничейном исходе не приходится. Король Б4, ладья Б3, король Б4, ладья Б2. Тоже немедленная ничья черным. Не нужна пешка Аж для того, чтобы можно было согласиться на ничью. Но отступление назад наталкивается хотя бы на ладья Аж4. Можно и Аж5. Тоже ничья не за горами. Поэтому в этой позиции контроль пройден. Партия закончилась ничью. И Александра сохранила отрыв в 2,5 очка от Катерины. Выгодная очень для нее ничья. Думаю, что претендент на звание чемпиона мира практически определился. Хотя, конечно, женские шахматы. В общем, посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что с каждым туром интрига все накаливается. То есть, сильнее и сильнее. Но понятно, что не в борьбе за первое место. То есть, здесь Александра вот этой партией, мне кажется, очень убедительно обеспечила себе первое место. Но, тем не менее, чувствуется, что Катя Лагно попыток еще не оставила. И если вдруг Александра получит пробоину, то тоже будет интересно смотреть, как она дальше будет устраивать тактику. Тактику борьбы за первое место. В общем-то, все. Всем спасибо за внимание. Всего вам доброго. Ставьте лайки, дизлайки. Жмите на колокольчики. С вами был международный гроссмейстер Роман Ивичкин. Спасибо за внимание. Спасибо.